Выйти на футбольное поле, чтобы забыть о диагнозе. В Самаре прошел спортивный турнир для детей с так называемыми социальными заболеваниями. Для большинства участников это одна из редких возможностей покинуть стены интерната или больницы и пообщаться со сверстниками. Анастасия Суботина продолжит. С виду самый обычный футбольный матч на поле игроки-любители. И лишь одна деталь. Футболисты в желтой форме изъясняются не словами, а жестами. Школа-интернат для слабослышащих играет с Федерацией дворового футбола. Победа для первых сегодня не самоцель. Главное – показать интересную игру. С командой можно найти взаимопонимание, можно найти друзей. Также в каждой команде другой уровень игры. И у каждой команды можно научиться играть. В товарищеском турнире по мини-футболу встретились четыре команды. В каждой из них есть игроки с так называемыми социальными заболеваниями. Сегодня они вышли на поле, чтобы доказать, что их диагноз не помеха для спортивного и личностного развития. Руководство области взят правильный вектор на поддержку здорового образа жизни. Поэтому отклик был самый положительный. Инициативных людей, молодых очень много, которые пытаются помочь таким людям. И своим примерам в частности. Вот ребята, они играют, они рады, они своим участием показывают здесь, что это не такая уж, я не знаю, это не трагедия. С этим можно и нужно жить. Турнир сделают традиционным. Он будет проходить ежегодно в конце июня. В этот раз золото завоевала сборная СамГМУ. Вторыми стали игроки из школы-интерната для слабослышащих. А замкнула тройку лидеров команды Федерации дворового футбола «Шторм». Анастасия Суботина, Михаил Смирнов. Новости губернии.